Девушки отдыхают Темная газопылевая туманность на границе с диким космосом. Борт линкора Эверест. Нельзя сказать, что Виктор Старшему не поверил, но некоторые сомнения в достоверности полученной информации у него все же возникли. Галф, как обычно, использовал для связи только звуковой канал. Экран системы связи оставался темным, и детектора лжи биопроцессора явно не хватало данных для анализа. Впрочем, возможно, на копание в мозгах старших он просто не был рассчитан. Так или иначе, проверить утверждение Галфа Вершинин не мог, и полагаться ему оставалось лишь на логику и интуицию. Мог ли старший сам не владеть всей информацией? Исключать такой вариант было нельзя. Галф сказал, что его доступ к Центральному информационному хранилищу аннулирован, но какие-то возможности черпать оттуда данные у него все-таки сохранились. Никаких подробностей он не раскрыл, и это оставляло простор для непростых размышлений. Виктор не сомневался, что теперь возможности Галфа сильно ограничены, и совершенно не факт, что нелегально получаемые им сведения не являются прямой дезинформацией или искусной подделкой, наполненной полуправдой, щедро сдобренной ложными данными. Стоило учитывать и еще один неприятный вариант. Галф мог вести свою собственную игру, в которой людям и их союзникам отводилась лишь роль фигур на шахматной доске, которыми всегда можно пожертвовать ради победы в партии. Думать так Виктору не хотелось, но и отбросить эту мысль без серьезных оснований он тоже позволить себе не мог. «Звучит довольно странно», — покачала головой Корра, когда Виктор пересказал ей свою беседу с Галфом. «Тебе не кажется, что для древнего искусственного интеллекта, созданного самой развитой из известных нам раз, центральный вычислитель старших как-то излишне туповат? Посмотри, к примеру, на конструктора. Располагая теми же исходными данными, он бы к такому странному выводу точно не пришел. Вот ни секунды не сомневаюсь, что конструктор принял бы более адекватное решение». «Меня это тоже сразу зацепило», — кинул Виктор. «Но в принципе объяснение придумать можно. Конструктор изначально создавался для решения очень серьезного круга организационных и инженерных задач, а центральный вычислитель старших, судя по всему, был узкоспециализированной машиной, чей пакет искусственных нейронных сетей формировался исключительно для управления буферной зоной». «Ну, знаешь», — не согласилась Корр, «чтобы управлять такой сложной системой, тоже нужно уметь решать весьма широкий круг задач, что и показала сложившаяся сейчас ситуация. Не думаю, что предки старших этого не понимали. Тут скорее сработала какая-то безусловная директива, изначально заложенная в алгоритмы работы вычислителя. Например, жесткое указание считать вражеским любой корабль, применяющий оружие Орды и при этом не имеющий на борту артефакта блокиратора». «Не сходится. Если бы такая директива действительно имела место, вычислитель старших не завис бы на несколько суток. Такие команды обрабатываются мгновенно, и тут, похоже, искусственный интеллект действительно пытался найти решение проблемы, далеко выходящей за пределы его компетенции». «Да тут ничего не сходится». С досадой отмахнулась Корр. «Галт сказал, что центральный вычислитель старших теперь будет считать Ордой людей Флеев и Бейтанов. Но это же просто бред какой-то. Люди — это далеко не только земная федерация. Все корабли Империи и остатки флота Союза Семи планет имеют на борту артефакты-блокираторы, а значит, входят в систему контроля буферной зоны. У Флеев и Бейтанов ситуация менее однозначна, но большинство их выемпелов тоже пока от артефактов старших не избавилось. И что, они тоже теперь враги и Орда? «Не факт», — согласился Виктор. «Галт на эту тему ничего внятного сказать не смог, и это еще больше настораживает. Похоже, он действительно владеет лишь какой-то частью информации». «Возможно, он намеренно сгущает краски, либо просто чего-то недоговаривает». «Старший врет», — неожиданно вклинился в разговор Шерхан, до этого лишь нервно подергивавший хвостом и внимательно прислушивавшийся к разговору людей. Корра эту мысленную фразу, естественно, не слышала, но Виктор отреагировал немедленно. «Почему так думаешь?» «Страх. Он боится. Не за себя. За всех старших». Вступление Шерхана в обсуждении слов Галфы стало для Виктора полной неожиданностью. Похоже, Ербис тоже постепенно менялся под воздействием субпроцессора, и теперь эти изменения привели к переходу мышления Ербиса на новый уровень. «И кого он столь сильно испугался?» — поинтересовался Виктор, знаком остановив корру, хотевшую что-то сказать внезапно замолчавшему мужу. «Тебя, других людей и пушек орды в ваших руках», — проричал Шерхан. «Боится вашей мести старшим». «Но он же сам нам помогал». «Масштаб. Ты слишком быстро набираешь силу. Он не ожидал». «Зачем мне врать ему?» «Не знаю, не слышу, не чувствую причину». В мысленном голосе Ербиса послышалась неуверенность. «Но старший врет. Не во всем, но врет». «Тебе что-то сказал, Шерхан?» Кура слегка прищурилась, глядя на безмолвный диалог Виктора с Ербисом. «Да, он считает, что Галф говорит неправду, опасаясь, что люди, получив оружие орды, станут мстить старшим». «И чего он своим враньем добивается?» «Трудно сказать. Может быть, Галф хочет, чтобы мы свернули все активные действия и сосредоточились исключительно на обороне своих звездных систем? Для этого и представляет ситуацию более тяжелой, чем она есть». «А может, все наоборот?» В голосе коры зазвучали жесткие нотки. «Галф вывернул ситуацию так, чтобы мы продолжали считать Империю союзником, в то время как она в любой момент может стать нашим врагом. Представь, что будет, если к Императору напрямую обратятся старшие. Это ведь шанс для Империи. Она проигрывает войну, а под маркой борьбы с нашествием можно потребовать заключения мира или длительного перемирия с Альянсом и обеспечить себе столь необходимую передышку в боевых действиях. А в качестве бонуса еще и получить от старших новые технологии». «В результате на нас навалится весь протекторат и кронцы в придачу. Да даже если Империя просто останется в стороне, никакие деструкторы нам при таком раскладе не помогут». «Паршивый вариант», – кивнул Виктор. «Хуже всего, что мы понятия не имеем, где в словах Галфа правда, а где откровенная дезинформация. Плюс к тому, о чем-то важном он наверняка просто умолчал, а может и сам не знал». «Старший сказал, что к сектору Флея приближается Имперский флот под командованием Адмирала Трия. «Зачем он слил тебе эту информацию?» Виктор задумался. Сходу записывать Галфа во враге ему не хотелось. В конце концов, все их домыслы и непонятно на чем основанные утверждения Шерхана могли быть ошибочными. «У нас слишком мало фактов», – спустя десяток секунд произнес Вершинин. «Мы не знаем главного, точных мотивов Галфа. Я по-прежнему не уверен в том, что он играет против нас. Конечно, нельзя исключать, что он хочет столкнуть нас с Империей лбами, но все может быть и совершенно не так. Что, если Галф надеется втянуть Империю в войну с кронцами на нашей стороне, чтобы дать нам хоть какие-то шансы? Для этого он и рассказал мне об Имперском флоте. Любые наши совместные действия с Имперцами могут заставить вычислитель старших посчитать Империю частью Орды. Пока мне ясно только одно. Нужно как можно быстрее встретиться с Адмиралом Трием. Это, по крайней мере, даст нам ответ на вопрос, не соврал ли Галфа в движении имперских кораблей к сектору Флея. Ну, а дальше придется действовать по обстоятельствам». «Хочешь рассказать Адмиралу все как есть?» – задумчиво спросила Корр. «Как пойдет?» – пожал плечами Вершинин. «Во всяком случае, втягивать Империю в наши дела обманом я точно не собираюсь». «Возможно, этого Галфа боялся». – усмехнулась Корр. «Ты слишком правильный Вершинин. Только не подумай, что мне это не нравится. А вот старший мог решить, что намеренно подставлять имперцев ты точно не станешь. Поэтому он попытался обставить все так, чтобы все выглядело как случайность. Ты вмешаешься в драку Трия с Альянсом на стороне имперцев, опять применишь оружие Орды, Трия тебя с энтузиазмом поддержит, а дальше центральный вычислитель старших автоматически занесет Империю в список своих врагов. aları очищены по prayerкам, еще своими��овыми. последний подмет Dig was –找 Megaει 何 Gogр из 12300 мм. миф privilege